Из-за жары побережье Капшагайского водохранилища переживает в буквальном смысле нашествие отдыхающих. Зачастую люди пренебрегают элементарными правилами безопасности на воде. За два последних месяца там утонуло уже 8 человек. Поэтому специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда дежурят у этого искусственного водоема в усиленном режиме. Развитие темы у Григория Беденко. Капшагайское водохранилище это ближайший к Алматы крупный водоем. Среди жителей мегаполиса и агломерации, которая сегодня насчитывает почти 3 миллиона человек, это место всегда было популярным. Здесь множество удобных пляжей, чистая вода. Капшагай связывает с городом скоростная магистраль. Ситуация резко изменилась в этом сезоне. Люди, пережившие пандемию последние два года, нормально не отдыхали летом. Теперь, как говорят спасатели, они пытаются наверстать упущенное. Сегодня Капшагайское водохранилище переживает в буквальном смысле туристический бомб. Отдыхающих здесь огромное количество, даже в рабочие дни. Водно-спасательная служба патрулирует побережье в течение всего светового дня с 10 утра и до 11 вечера. Городской пляж города Кунаева. Здесь наиболее оборудованные места для отдыха на воде. Однако многие алматинцы предпочитают уехать подальше, туда, где меньше людей. Кроме того, нет необходимости платить за посещение той или иной зоны отдыха. Именно там и происходит большинство несчастных случаев. В этом сезоне на водоеме погибло уже 8 человек. Практически каждый день кто-то тонет и кого-то спасают. Самая главная причина это нетрезвом состоянии люди бывают. Потом не рассчитывают силы и не зная местность идут купаться. Бывает дно акватории неровное, бывают ямы. И попадая в ямы люди паникуют и тонут. Спасатели Руссо постоянно пытаются напоминать отдыхающим о правилах безопасности на воде. К примеру, раздают людям на пляжах специальные листовки. Но, как правило, человек на отдыхе настолько расслаблен, что всерьез такое не воспринимает. Поэтому наблюдать за пляжами приходится в усиленном режиме, даже в темное время суток. В моем подразделении работают 13 спасателей, лодок 6, 6 лодок. Ну, еще у нас есть вторая станция, это Северное побережье. Там работают 11 спасателей. В данный момент мы максимально, где опасные участки, мы все это перекрываем полностью, обеспечиваем безопасность. Где мы уже годами собраны опытом, мы знаем, что где иски очень высоки, мы там обеспечиваем безопасность. Но территория, говорю, уже большая. В этом году, с учетом нового статуса города Кунаева, здесь создано территориальное подразделение МЧС. В ближайшее время штат местного подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда будет увеличен на 46 человек. Отдых на воде должен стать более безопасным. Григорий Беденко, Эдуард Кон, итоги дня Алматинской области.